здравствуйте здравствуйте снова друзья дорогие наши любители соревновательного азиатского контр-страйка закрытые квалификации к азия минору полным ходом у нас вторая карта на очереди бьен против бут уже отыграв на карте даст 2 в выборе как раз таки бутов долели они своих тайландских коллег по цеху со счетом 66 готовы рубиться на площадке под номером 2 это импер на микрофона окроха всем приятного просмотра но не знаю честно говоря что здесь будет вообще так я посмотрел по игре шансов особых у бьендов не было посмотрим какие будут на инферно есть некая история надежды на то что борьба здесь будет была победа не так давно на ребятами из индонезии но проносят проносят просто устроили какое-то индонезийское месиво йонды зачекали спину по итогу бэнкай интересный маневр разображает главное его тиммейту не погибнуть ловит что не человеческое просто в смоки и остается по итогу бэнкай один зачем лес сплашки абсолютно непонятно вроде смачок уже засеялся просто отступи и сыграйте вдвоем в ретейк точке бэнкай просто не готов отдавать этот стилетный раунд диффузки то есть развод на бомбу или профессионалы диффуза до конца три с половиной секунды выход попытка поймать голову ловит прострелом через гроб с трофейного юспа витакис молодец бэнкай на самом деле мог допушить времени был вагон и маленькая тележка но решил сделать все красиво как профессионал по итогу пистолетный раунд тайландцы забирают была точно такая же история на дастин был пистолетный раунд со стартом ответили своим форсом буты и его в общем забрали после чего история была а нет наоборот же было наоборот было будто забрали пистолетный раунд бьонда забрали форс после чего взяли еще два и на этом как-то набор раунда родился так быстрый заход от роликса 2 3 кладет пачками хорошо выходили на него уже по информации получены от погибшего тиммейта но размен этот жестко хорошая флешка наброшенная бутером и достаточно агрессивный тайландцы в общем не готовы отходить в нижнюю часть таблицы со счетом 02 по картам в этом полуфинале верхней сетки параллельным курсом друзья на канале star ladder 5 гомер во весь опор комментирует для вас нижнюю нижнюю сетку дела там обстоят примерно похожим образом что и у меня там пенсии разобрались со своими соперниками со счетом вообще 16 4 вот посмотрим у нас чтобы у нас полноценные по 3 или все-таки фавориты дожмут второй карте 5 успов стак на а выход звена вместе с бомбой как раз таки под базу без чистота и пустота за исключением одного товарища уже и без товарища капитан коллектива стоял на точке ну так чисто вот на второстепенный чек называется главное не погибнуть главное дать инфу своим тиммейтам которые придут и возможно какие-то шансы будут иметь хотя бы на забор девайсов забрали маг десятый зашу библиотеку для гутера плюс 600 долларов юспецки трофейный полагается джентльменский набор есть и показал последний на псах но особо не скрывался здесь он больше хотел заработать себе 600 долларов того как погибнет чем засейвить маг десятый в угоду следующего раунда окей смотрим что дальше первый девайс на раунд для бутов я понимаю экономить все-таки немножко бьонды будут и импишка у гутера останется снайперской винтовки пободрее по бодрее игра пошла вот еще раз и опять и снова и снова буду вспоминать предыдущие их инферно она закончилась со счетом 16 14 в пользу бьонда это дает мне надежду на то что ну по крайней мере борьба здесь будет потому что ну даст был откровенно никакой просто никакой бьонда как они играли 88 процентов винрейта с кем они его играли флешка на банан особо никому не сработало ах ну вот зря я сделал смаку очередной раз окей смотрим по карте пока что этот на middle пока лежит дымит смачок до конца бьонда решили вскрывать ребра боба на центре карты пока что не определилась от контактов уходят кстати хорошая перегруппировка 1 на яме 1 2 1 на малых песках это в принципе может принести свои результаты то есть полная инфа есть на базе бы остается всего лишь один оба пронести на план так и не удается еще и вряд просто стелятся таиландцы дамажные на шарте а псы не пошли чисто на один выстрел стоит это тупик это конечная без особых вариаций бомба выпала в любом случае идти нужно на точку а это все было будет контролили поэтому спуска давать не должны починить звук в кс а что с ним что с ним друзья не так попробую посмотреть ну по идее должно быть получше агрессию пойти глубокий с двумя в общем смаками один в банан один под себя под молек но за банан ребята из beyond не борется зато у них есть теперь распоряжение информация об этом занятом банане так на мидл проходит один на мотал на мотороллере но опять же пытается форсировать события на шарте без какого-то не было сплита это может стать ну угрожающе неприятным событием потому что потому что есть вот этот парень и он сейчас просто прокрался в спину ничего не подозревающим два фрага два фрага от бинка я хорош вышел никем не контролируем из апсов которые не занимали бьонда в атаке и организовал как минимум своей команде равные составы на выбивание этой бомбы причем близкие позиции под базы б есть об этом абсолютно йоты не подозревают врыв через маки приносит выбитую бомбу теперь один в один ну и гикс что он вообще думает по поводу второй позиции надо заходить надо заходить в этот смог ну давай не рискнул вот реально вот реально ник давай у него а вот надо было заходить мог на момент постановки бомбы и точно бы забрал для своей команды второй раунд а так бьонда ведут 4-1 в атаке и опять же оставляют экономику своих соперников из индонезии у разбитого корыта нужно наверное все таки даже можно раздропаться пистолетами сейчас решают что это будет дигл появляется дигл 2 дигл 3 дигл 4 и давай давай как все но денег нет баба завра у него меньше всего 27 будет исполнять на юспе все получше стал звук да ну и каков план быстро и близко встретить мидл если что туда пойдут а если нет то в принципе будет информация по базе чтожка позиции ланга ну и опять же вот то что получалось бьонды будут походу исполнять и исполнять до упора заход на ребра двое long вместе с бомбой двое ой красиво щелкнул подарок калаш из яма от бинка и работает плюс еще подогревает всю эту обстановку француз алекс и раунд который атаки может развалиться один пунктер вместе с бомбой но в яме двое в яме с этим пока ничего не может сделать так есть у него заранее заготовлены молек туда же в наброс под балконом позицию как не уберешь в нк здесь калаш ну я не знаю как будут выпутываться позиция на лонге конечно смотрится неплохо можно в принципе садится и диффузить последний все выходит из мака и изи форс 4 дигла плюс один юспецкие все-таки будто завозят кто за кого топит спрашивают в чате за кого вы друзья топите поровне поровне игра пошла в отличие от первой карты пока что кстати не получается никак вклиниться в эту борьбу с флагки но до этого момента у него просто не было снайперской винтов теперь она появляется давайте наверное за ним и посмотрим респа у него не самая близкая первым пикать яму он точно не будет можно здесь какой-то выдумкой подойдет а ешку под себя и смотрит полтора ну понятно решил не рисковать в этом моменте точно такой же кстати раунд исполняют ребята с другой стороны бьонды через гидлы 2p 250 ну вот зато с арморами чего не было у бутов но они в атаке будет любом случае сложнее гранат у них абсолютно не присутствует один смачок остался и не понятно вообще как его применить сплашки промахивается дело в общем не в снайперской винтовке походу было хотя на дасте феерил застрелил минус бомба вырвалась одна второй за спиной но не пошел есть спина смотрится неплохо но что делать и на б не зашли по факту и на зашел человек без бомбы хитро но не сегодня но туда остается по итогу люркую ролик со своим наперевес деглом есть враг от него подарочный калашников времени 20 секунд это значит никаких шансов на взятие даже минимальных у него этого раунда не присутствует бьон бут бут бьон бут бьон бьон 34 по исходу этого раунда счет у нас станет таблом ну и смотрим дальше сплашки wake up не хватает очень снайпера давайте опять же за ним опять у него нет спауна опять он играет ту же самую комбинацию хаешка смотрю полтора ухожу что-то смутило его так но события точнее новости причем приятные приходят с банана здесь пик был через молик от игроков атаки непонятно куда они полезли сами набросили этот молик сами в него зашли и сами отдались единственной флешки там хватило двоим парням для того чтобы разобраться очень интригует как бьонды будут разруливать эту ситуацию то есть похоронили надежды изначально за 20 секунд а теперь будут выпутываться из меньшинства где у них осталось а вот еще и смачок выдавался два смака и флешка проверка снайпера активная снайпер на месте бьем ты во всех аспектах смотрится пободрее команды команды чуть более похожи на то что сейчас играется в элите соревновательного контр-страйка все вот эти вот казалось бы микрофишечки но они присутствуют то что мы по большей части там видим европе америки снг на уровнях повыше убьем да нет они ничем абсолютно не удивляются их соперника да где-то ошибки есть от бутов там перестреливают и стрельба в принципе тренируется это видно взаимодействие в связках есть настолько граната ориентирована эта карта настолько таймингово ориентирована эта карта что бьонды просто вот ну не понимают местами какой части раунда выходит на бум на авось тайландский авось ну и теперь экономика покинула их опять же неприятная стадия на пистолетах один обычный армор с деглом у роликса но ролик кстати показывал свои успехи стрельбе с этого девайса интересную флешка так что всем хватило ни под кого она не сработала на атаке выходит у нас на точку а здесь пока соли хорошо видите действует сплажки как нужно снайпер оттягивается чуть подальше за спиной два выстрела точных от роликса дегла у него был армор он мог себе позволить третьего точного нет вп промахивается есть же забрал и это будет бомба это как минимум будет бомба думаю что ролик будет давить до конца алекс капитан ему не с руки здесь пикать он очень аккуратно играет это было видно и по статистике по моментам которые он исполнял на дасте вместе с тиммейтом который идет с банана довести этот ретейк до ума все что осталось гранаты есть правильно нужно их распределить гранаты все у бинка и он с банана можно допустим накинуть через крышу молик на b1 чтобы точно там алексу не чекать можно смог набросить то есть в принципе все гранаты нужно потратить это награды окей там соперника нет времени очень много уже проходит я не до конца еще сильно дамажен время не хватает это будет дифос бомба это будет 5 4 наконец-таки будто наконец-таки для себя будут выходить вперед это кстати первый момент когда индонезийцы как раз таки хотя бы на очко впереди вы сплажки проснулся далее мы наконец-таки раскликаться и на инферно понять что как мидал не получалось до этого момента пикать но хотя бы получилось со встречи базы б полик ковры интригующая подсадочка готовится я мы есть 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 там мишень буквально пару шагов назад но сплажки этого не замечает вот они вот они придумки которые будто в принципе присутствуют что на дасте мы видели подобного рода фишки что здесь примерно понимать что делать объем до объем доходят ребра есть контакт перестреляли отлично нет контакта остаемся в меньшинстве сплажки на микс раз вылетает под него смачок риска никакого не будет если что двое из яма перехватит инициативу пошла инфа еще один опорник базы бэм точнее один из опорников базы бэм перетягивать поближе к собственным тиммейтом какая депутая раскидка находясь на лонге отсекают казалось бы в библиотеку но неприятные новости приходят от допорки я нет просто расстрел интересно вот на что они надеялись то есть молик забросили в библиотеку шарта скобров никто не шел я мы никто никак не работал ну было и было шестой раунд для может быть как раз здесь закосы прицел бьонтов на сторону защиты и там 45 раундов в атаке для них предел кстати можно этот момент посмотреть как они брали вы так ну тогда они взяли до 5 раундов атаки и 9 защиты но то же самое сделали на самом деле да с диффенсом дела по идее должны обстоять чуточку получше по крайней мере так было раскидка пошла инфа что это до конца базы б вообще не мудряв ерко распитали вышли распитали вышли получилось все где не получилось молик догорает за b1 в опасности бро бро ты мне бро ну вот-вот какие-то потуги к выигрышу раунда уже присутствует ой-ой-ой но есть сплашки которые из гробов не уходила здесь ни смока ни молика абсолютно ничего не равняет шансы так еще и выводит один гикс пикал в зазор между смоком и стенкой наказан и ролик с 1 на бомбе первый пошел он зато известный теперь герой лица он со снайперской винтовкой я не знаю как он будет оборонять даже смог я потратил себе смок на все эти случаи 7 4 а как все хорошо начиналось как здесь точно зашли на базу б таиландские парни а не как говорится важность снайпера наличие снайперской винтовки дает себе знать а был один фраг у него вот спустя где-то раундов 5-6 прошедших старта первой половины сидел в сплашке с одним фрагом куковал пока снайперской арентовки на руках у него не появится гутер почти догорел очень хочется ему пикнуть тратится еще капелька здоровья по итогу остается 13 хп сплашки готов сплашки не пропускает так ну гутер все-таки смог поддержку развалили на базе боя больше никого нет несется на перерез всему произошедшему только красной сплашке но не успел буквально вот каплю приземлиться и точно навестись скорее всего кстати навелся но многие земли не коснулись и в полете стрелять не с руки 5 раунд достаточно просто для себя бьем да и берут но тут стоит отметить тот момент что вот если бы не банан что называется то есть молек кинули и забыли стали поближе но достаточно нахальная такое рисковое а в п гутера сделала наверное основную часть работы потом уже тиммейт поддержал не дал разменять своего снайпера молек потушили хаешка зашла не так много здоровья сплашки и давай усняла ну находят себе у вас проблемы я иду к вам вот так это выглядит выходили мидл бьонды был сплашки на миду заходят банан теперь он на банан работа от тиммейта сплашки удалеку гранатами еще один фраг а я здесь второй болик вот это поворот первый не догорел второй кинули под ноги и по итогу не досчитались давая ну такая минимальная жертва брошенная на алтарь под номером 2 бобозавр попытаться подклесить тиммейта пикнуть но как-то это флешка не заехала точно в глаза у него очередные проблемы с ямой то есть ходят на яму через лонг интересно конечно но ничего пока что не получается сплашки король квадрокилл отстоял на трипл банан и еще и втрекал поход на себя через кт спаун по инфе переданный тиммейтом первая половина за бутами с минимальным преимуществом уже есть но опять же по опыту предыдущей встречи наверное можно предположить что и пяти и шести здесь будет вполне достаточно для бьенов вообще непонятно какая атака ныне у буты на инферно 5 аугов ввп все хорошо с другой стороны опять же не так много гранат у бьенов да еще и девайси хромают 1 галил 4 кроу все нужно нужно будет меняться они это прекрасно понимают то есть делать похожие друг за другом на себя раунды соперник может привыкнуть кстати обе команды решили отказаться в ранней стадии от банана и те и другие раскидались но и те и другие сразу же ушли поворот в сторону точки а нам нужно делать выводы из предыдущих раундов без шарта и апсов не зайти на точку а вот такой смог на библиотеку будет более уверен и неужели зная его до этого они его не исполняли сплажки достаточно эпика через смоки изи как же у него там показатель уже 13 фрагов и он уже фраг лидер своей команды 112 ад показатель среди всех участников собственной команды расстановка изменилась у бутов это может серьезно изменить правда здесь опять же гутер как виде люркера наступал надо выходить банан не ждут кт последний на кт а почему не подождали парня только идет витакис с его наличием как сплитующего через кт будет наверное полег теперь даже знают откуда он идет 9 секунд просто засейвится уже ничего не осталось можно курицу приручить мд мд поворот не туда убь ендов куда бы они не шли они постоянно напарываются на грозного сплашки атака такая по мотивам повести одноименной мы шли шли и не дошли атака банана через флешку не будет флешка потрачено впустую это для того чтобы просто флешку банан и опять они идут апсы сплашки сентри это супер полезный перформанс от этого парня так второй пик хэдшот третьего завози короче посыпались посыпались ребята из beyond не будет у них никаких шести раундов только пять пять дают им взять дает им взять сплашки вот никак по-другому это и не назовешь 15 фрагов в него по окончанию первой половины вторая на очереди и посмотрим какая атака у бутов за счет чего-то ж бьонды все-таки выиграли эту предыдущую карту интерна на квалификация к дримхаку даллас что-то такое в их защите есть нормальное начало на пистолетке очень важно подбодрить тиммейта тычком спину под лопаточку так ну не собираются торопиться второй мидл по большей части один на банане уже отдается это был алекс пошел причем витакис дальше давить на полной уверенности сапара есть хороший счет от него по второму тоже залетает практически на фатальный дэмэш и как можно спирать ну двоих два два и девять фрагов сделал сапара ну вот дальше дальше тиммейты не подхватывают ну это габелла если гутер это отдает это конечно и габелла и поплавелла и досвиделла в нижнюю часть таблицы не знаю как пройти гутера и смачок ему набросили в зазор еще и молик дали вот только теперь выруливают на бомбу но ее абсолютно не нужно потому что бенкай вставит прописывает точный хэдшот это один с пять здравствуйте здравствуйте вечер уже даже добрый с 15.6 москва киев минск а у нас азиатский контр-спайк ну и такой достаточно поздний в Таиланде Индонезии откуда парни что у них сейчас в Топингампе ну хорошие у индонезийцев пятерочки посложнее ситуация у таиландских парней но опять же не критично так у нас так на пятером защита интересное расположение вообще что они там мутят что они там мутят вот они сладенькие ха-ха-ха-ха нас здесь горит пятеро четверо молчим стоим и пятый дикой а пятый в арке да? да ну клево клево придумали клево даже вот не буду выводить с них камеру узри меня приди ко мне просто гипнотический сетап в исполнении бьондов ребята даже бомбу не ставят они идут сюда гипноз работает таиландский гипноз народные шаманы так ну одного убрали ха-ха-ха все охрана отмена там кт пошло и бомбу на базу б на этом цирковое выступление тайландского квинтета можно считать завершенным один фраг вот этих веселых парней пришел из этого раунда так ну именно с этого нужно начинать уже набирать недостающие два фармгана остается юмпишка на руках на флажке терпим пока у него не появится снайперская винтовка на эту самую снайперскую винтовку сам себе сейчас зарабатывать и будет ну и мог 10 тоже проработка банана по идее что более-менее активное быстрое должны мы увидеть но подозревая подобный ход развития событий бьонды просто-напросто играют с дефолт причем достаточно дальний за исключением парня уже отдавшегося на миду это литакис любимый что но это не то есть это но правда это не совсем более еще еще более бывают экзотичный кс таиландский индонезийский так на и будто кстати с флажки то добыл себя снайперскую винтовку ликвидировал как раз человека с этим девайсом и что-то у меня побаиваюсь побаиваюсь за бьонтов тем не менее решили ребята избут все-таки заходить до конца на точку а и правильно делают никого здесь не они не встретят и почтят их присутствием бьонда они уже сэйвят сэйвят и делают это на базе b да чё-то у тайландских парней вообще ничего не получается вроде и полуфинал верхней сетки и вроде должна была быть самая ровная что есть борьба но односторонняя первая каточка и вот подобного рода такая же вторая девайсный даже близко не взяли ну вот кстати у гомера на параллельном стриме на star ladder 5 6 у нас 12 5 13 5 там тиньси пример а здесь доминирует буты смотри дальше чем это делать все закончили три юнпи В довесах засейвленных в предыдущем раунде девайсом закупили бьонды. Наверное, последняя возможность зацепиться за более-менее адекватный чистый счет. И вообще всему этому название камбэк. Будто просто заходят на лонках. Здесь вообще никто не смотрит. Арка первая, в ней смачок. Через смаки, через эти продавить все-таки ролик получается одного из соперников. Но проход сплажки никто удержать не может. Сплажки с инфой о том, что один в яме. Не торопится простреливать. Есть заранее заготовленный молик от стеночки. В разлом. Горит огонь под ногами. Но есть там... Был смог, точнее. Протушился. Протушился парень и, походу, даже... Будем убивать его? Здесь наверочку попытался сделать. Бенгай лучше бы простреливал смаки, на самом деле. 2-2, ретейк. Один пунтия сильно дамажен на и сплажки. Его, по идее, не спасти. И сплажки отбивается. А вот от хаешки. И от хаешки уходит, после чего погибает. Шикардосина. Просто царь-батюшка какой-то на сплажке сегодня играет. 17 на 9. У этого парня перформанс с ВП просто зашкаливает. Тайский, а не тайландский. Но это как посмотреть. Это как казахстанский и казахский. По национальности или по принадлежности государству, гражданином которого вы являетесь. Тут прикол в том, что в этой команде не все тайцы. Есть один француз. О, я просто прощаюсь. Это в индонезийской. В тайландской команде все тайцы. Я думаю, не суть. Важно. Важно то, что пока бьенды 5 раундов в атаке взяли. И я не то, что прогнозировал, но надеялся на то, что защиты будут все получше. А никак получше не стало. Вообще можно смотреть просто за сплаком. Два фрага в этом раунде. Всего 19. Ой, ну и бьенды. Один на Б. Двое на А. Тянут. Буты растягивая защиту во все стороны. Гранаты все потрачены. Теперь чисто до контакта. Ага, пошла перепроверка банана. Последний на Б. Решил сыграть активно. До свидания. База Б. Больше никого здесь нет. Люркер, по идее, должен придать как минимум в этой точке А есть. А это значит, что бомба уже абсолютно пустой плен заносится. И в перспективе это 15 раунд. Полтора человека по состоянию здоровья. Бьендов. Сейв, 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 сейв. Договорились и уходят. Ничего уже не поделаешь. Это будет 15-5. Так, ну на параллельной трансляции камбэк пошел. Седьмой раунд ВГ взяли. Даже не ищу. То есть здесь, в принципе, игра не об экономике, не о тактиках, а просто о том, как сплажки весело и задорно хранил ребят из Таиланда. Матчпоинт. Для бутов они могут стать первыми участниками финала верхней сетки. Ну а могут и не стать. Ну посмотрим. На самом деле, вот вообще безинтригующе абсолютно. Получилось у нас и карта ДАС-2, и это. Непонятно, как звезды напали в этот полтинал верхней сетки. С кем же ж они тогда играли в щетках. Можно себе даже представить. Так, ну прыгнешь, горишь. Горишь, а потом горишь. Флешки достаточно. Хитрая позиция на цементе, но... Последний ролик. Прилетает через смоки. Обидно. Так, ну что-то у меня сломалось тут. Сломалось. Явный предвестник того, что он последний раунд. Да, так оно и есть. Поздравляем бутов. Они становятся первыми участниками финала верхней сетки. Очень легко. Проходная игра по факту. Я не знаю, что там с бьондами, как они вообще играли свой четверть-финал, но... Ну игры не было. Игры не было. Друзья, на этом... Сегодня на этом канале с азиатским Counter-Strike все. Бегите на StarLadder 5 досматривать, что там у Гомера. В полуфинале нижней сетки сегодня также еще будет в 9 вечера по Москве, Киеву и Минску. Полуфиналы на Европке... Полуфинал, точнее, Европа и ЕЦС. Наши коллеги ТАФ Фейслам будут все это дело комментировать. И сразу за этим будет еще и полуфинал американского региона. Поэтому StarLadder 5 канал до самого позднего вечера и до глубокой ночи, может быть, и до раннего утра не покидать. Я же с вами прощаюсь. Вернусь точно на эту же трансляцию. Уже завтра утром. Восемь по Киеву, Москве и Минску. Всем спасибо, кто был здесь. Всем пока. С вами был Акрох.